и далее приветствую тебя традиционная встреча как и всегда обсуждаем рынке с разных сторон ищем интересные возможности делимся с нашими подписчиками как раз этими возможностями которые сейчас можно использовать очень хорошо то что у нас встреча сегодня перед выходом данных по инфляции и перед заседанием федеризирова конечно же на следующей неделе мы с тобой подведем итоги но заранее хочется конечно же подсказать с максимальной долей точности тем кто прислушивается к нашему мнению как распорядиться по ним фундаментальным фоном и что можно сделать вот прямо здесь сейчас я сегодня опять же попробую обрисовать фундаментальную картину и точку зрения свое касательно того что лично жду от отчета по инфляции и впоследствии от заседания федеризерва и спроецирует на ряд инструментов ну в принципе те кто следит за моим контентом давно узнают мое может быть даже фанатичное отношение к продажам доллара но ничего не могу поделать друзья я все-таки сад наш стараюсь отнести динамику доллара с тем что делает там фид резерв ну с точки зрения фундаментального фона наверное это правильно давай демонстрации крана придем как раз индекс доллара открыт и со своей стороны прокомментирую что мы ждем еще раз отмечу что сегодня на рынке стоит ожидать серьезный рост волатильности это точно не будет скучной сессии завтра еще один активный день потому что завтра заседание американского регулятора и итоги и соответственно этот фундаментальный фон что отчет по инфляции что заседание федеризерва будут напрямую влиять на курс американского доллара на индекс американской валюты на рисковые инструменты на долговой рынок сша на фондовый вообще на все инструменты финансовых площадок индекс доллара текущей котировки 102.88 если мы попробуем оценить вероятность повышения процентной ставки через инструмент файдвочтул то легко сможем заметить то что вероятность повышения процентной ставки сейчас оценивается примерно 18 процентов но я думаю что при таком рыночном настрое наверное фрс не сделает какой-то не выкинет сюрприз и ни с того ни сего не возьмет и не поднимет процентную ставку вот лично я вижу в таком сценарии то есть если фрс попробует переиграть рыночные ожидания даже больше рисков для экономики потому что усилится давление на нее и из-за дополнительного роста ключевой процентной ставки создаст ненужная волатильность скорее всего обвалит фондовый рынок сша ну полагаю что паула это сейчас не нужно вероятность повышения процентной ставки может стать еще ниже буквально в рамках сегодняшней торговой сессии потому что мы ждем отчет по инфляции сша и согласно прогнозам о индексу потребительских цен если так прямо кровь сейчас экономический календарь сегодня ожидается это майские значения снижение инфляции со 4 9 до 4 1 процента базовая инфляция тоже по прогнозам покажет нисходящую динамику со 5 5 до 5 и 3 процентов если инфляция действительно значительно снизится я полагаю что это будет еще одним аргументом для федрезерва все же занять сейчас выжидательную позицию я пока что не берусь судить о будущих действиях федрезерва на последующих заседаниях то есть я не говорю о том что фрс если сегодня возьмет паузу это будет по сути завершение цикла повышения процентных ставок потому что последствия ставку начнут снижать может быть фрс поступит также как резервный банк австралии банк канады возьмет паузу на одно заседание 2 потом если инфляция будет расти снова получит процентную ставку но это уже разговоры как последующих периодов я предлагаю работать пока с тем что есть здесь и сейчас если ставка повышена не будет то соответственно доллар должен все-таки обновить локальные минимумы потому что без повышения процентной ставки рынок облигации в лучшем случае останется на текущих значениях а в худшем также перейдет к развитию нисходящей динамики от сегодняшних данных по инфляции я жду что принципе мы увидим такие значения как прогнозируются и я жду что сегодня как раз и последует еще одна волна распродаж американской валюты в результате чего индекс доллара может подобраться к поддержке 102 пункта и еще больше я стал уверен в том что пока что доллара дорога вниз и этот путь открыт после выхода данных вот после за последние две недели начиная от но фарм пэрлс если не брать в расчет динамику роста новых рабочих мест а говорить про уровень безработицы и после первичных заявок на пособие по безработице которые удивили на прошлой неделе скачок это может быть экстремальный показатель такой знаешь прецедент купила выбивающийся из картины либо даже там там получается четвертый четвертый показатель подряд да идет рост достаточно такое это это как минимум даже если не цепляться сейчас за какие-то значения это тенденция и кто знает может быть это и есть уже первые признаки охлаждения рынка труда интересно будет послушать сам федрезеров я думаю что американский регулятор даже до сих пор сам не знает что какое решение им нужно будет принять уже на июньском на июльском заседании и впоследствии но приехал вот отсутствие вот этой ясной картины но не вижу пока основания для покупок американского доллара поэтому моя позиция остается прежней ожидаю снижения этого инструмента еще ниже актив который мне интересен по-прежнему это британская валюта да можно было бы сейчас поговорить про евро потому что в четвертый заседание европейского центрального банка но думаю что учитывая корреляцию между индексом доллара и евро против доллара ну понятно если я прогнозирую снижение курса на американской валюты значит я жду рост евро это так но фунт на мой взгляд интересен тем что многие сейчас недооценивают именно агрессивность действий именно британского регулятора по изменению ключевой процентной ставки то есть если в отношении всех прочих цб мы обсуждаем ну то что могут поднять еще на двадцать пять базисных пунктов а там будут думать то в отношении банк англии им по сути терять нечего при текущем уровне процентной инфляции 87 процентов при последнем отчете по рынку труда ему буквально час сегодня был публикован ранее утром мы видели что зарплата снова растут и при росте зарплата при таких значениях как сейчас скорее всего вот эта инфляционная ловушка и спираль она останется для британской экономики значит инфляция как минимум будет оставаться высокой на плюс-минус тех уровнях на которых мы видим сейчас и при такой инфляции конечно же банк англии уже нельзя будет отделаться комментариями о том что мы не можем повысить процентную ставку потому что мы боимся рецессии и банк англии даже не отделается повышением ставки на 25 базисных пунктов я полностью разделяю прогноз сити о том что ставку могут поднять и поднимут 22 июня скорее всего сразу на 50 базисных пунктов могут быть заявления о том что похожие меры будут задействованы на последующих заседаниях и в этой связи я полагаю что фонд может оказаться самым динамичным среди рисковых инструментов активом которые их прибавит там две-три фигуры легко текущей котировки 1.2560 если не будет сюрпризов по доллару до конца среды вот по факту заседания американского регулятора британская валюта продолжит текущую установительную динамику и на мой взгляд легко нацелиться на уровень 1.28 и буквально еще про рынок нефти текущей котировки 72.35 я считаю что вот этот третий тест подряд который мы наблюдали там в районе 72 долларов за баррель он конечном счете может как минимум сейчас стать разворотным моментом на какую-то среднесрочную восходящую динамику в результате чего бренд снова вернется в район 75 долларов за баррель и хочу приурочить как раз вот эту сделку ожидания роста котировок нефти ну по нефти прям можно будет забросить стоп-лосс там в район 71 доллара за баррель ждать восстановления потому что завтра по моему не завтра послезавтра выйдет китайская статистика по промышленному производству важное значение важный индикатор общего спроса на углеводороды со стороны основного потребителя нефти нет если данные не разочарует то китай сможет вытянуть котировки к локальным максимум и глобально если рассуждать конечно же цены должны быть но выше текущих уровней из-за сезонного спроса на топливо которые всегда характерны для летнего периода из-за тех решений которые были согласованы странами опек совокупности отдельно с аудовской аравии по сокращению объема нефтедобычи странно вообще что не так сильно продавили на прошлой неделе я думаю что это неправильно и пора бы его уже выкупать этот инструмент по WTI соответственно такая же картина Виталий снова тебе итак приветствую всех давайте я дам расклад рынка на скажем в среднесрочной перспективе как я его вижу да и дам на ближайшее время и посмотрим как оно себя отработает так давайте поделиться так ты разбирал индекс доллара я разберу евро доллар в принципе это зеркально потом разберу золото разберу биткоин и и и все да ну там по S&P скажу пару слов итак по евро доллару евро доллар я откупаю да вчера два раза покупал пока идет по плану то есть первый раз купили он его скинули вечером снова купил покупаю его с так скажем спекулятивной целью да то есть потому что вот этот рост который сейчас происходит по евро доллару или ослабление индекса доллара это я вижу коррекционное движение по отношению к тренду который у нас образовался в мае да весь май у нас евро снижалось и на текущий момент вот это вот этот рост который идет по евро доллару я вижу его коррекционным где-то в область 1 08 мы эту область уже сделали то есть вот вчера мы откупили 08 и дальше возможно где-то в район 0 9 там плюс минус да куда оно точно пойдет это сложно сказать это спекулятивно как я вижу его да то есть конечно я откупал вчера вот на коррекционном движении сейчас на максимумах локальных купить ну достаточно так скажем я думаю сложно потому что стоп лосс нужно большой ставить да вот мы и так вчера покупали здесь понятно куда более-менее стоп лосс сейчас ну если за минимумы ставить вот эти то можно попробовать потому что вы среди срочной перспективе это скажем возможно до конца месяца у нас июнь возможно там где-то июль я хотел бы увидеть евро где-то в районе 1 0 5 да то есть чтобы мы вот этот который идет боковик уже практически весь двадцать третий год да вот мы начали практически там вот январь вот здесь да вот я думаю что мы в ближайшее время сюда уйдем но я буду сейчас пока я спекулятивно покупаю евро на коррекцию и когда появится точка входа на шорт возможно она появится сегодня даже да то есть мы вот этот рост который идет сейчас там до инфляции выйдет инфляция она будет выше ожиданий потому что ну 4.1 как-то с 4.9 до 4.1 как-то мало верится да ну все возможно если мы там покажем сильный импульс вниз то там возможно что-то будем дальше думать на фрс или на ецб возможно дальше будут раньше переверачиваться в шорт поэтому спекулятивно откупаем держим руку на пульсе в принципе на своем youtube канале я частенько выкладываю прогнозы последнее последнее время еще больше несколько раз потому что там появилось несколько проектов обзоры я там делаю по 3-4 в неделю да или иногда и 5 поэтому следите то же самое индекс доллара вот это все я думаю что это коррекция и когда появится сигнал на покупку такой хороший буду покупать с целью там 105 106 то есть вот этот уровень который я раньше говорил возможно он не появится и я скажем будет ошибка моем прогнозе но это без точки входа в шорт это нужно понимать поэтому так по евро дальше что касается золота здесь аналогично какие как евро доллар у нас был тренд который образовался в мае нисходящий то есть это такой коррекционный тренд импульс я бы его назвал и в этом импульсе сейчас происходит коррекционное движение по золоту я это коррекционное движение пока откупаю с целью аналогично как и золото как евро доллар то есть на коррекцию наверх то есть вот с текущих можно купить золото с целью там 1980 вот эти максимума дан начала месяца и в район где-то 2000 плюс-минус мы можем 2000 сделать 2010 там и так далее да и дальше после того как завершится коррекция я буду искать точки входа на шорт по золоту в район там 1900 1850 где-то плюс-минус да то есть вот таком формате конечно самое главное чтобы золото с текущих не провалилась потому что возможно вот для этого снижения который был импульс в мае вот эта коррекция скажем она будет такой формы то есть не буду глубокой и мы уйдем с текущих вниз такое возможно поэтому обязательно ставить стоп-лосса вот если даже с текущих золота покупать вот вчера я писал своим покупать то есть мы чуть пониже покупали где-то на долларов всем плюс-минус покупаем ну здесь волатильность конечно стоп-лосса за вчерашний минимум нужно ставить там чуть-чуть пониже и целится на коррекцию по золоту вот вот такие у меня планы по по евро и по золоту коррекция спекулятивна и дальше ищу среднесрочные точки входа на шорт ну и по биткоину двух словах выскажусь здесь мы знаем все кто следит за рынком криптовалют по биткоину у нас ну в целом по рынку криптовалют сек комиссия сша выдвинула несколько обвинений биржи бинанс биржи coinbase если не ошибаюсь основателю бинанс этому чао по поводу там каких-то механаций я это в детали не вдавался мне это так скажем не интересно и это достаточно сильно обвалила рынок криптовалют там мелких таких ну как условно мелких там bnb солана и другие плюс вторая негативная новость это за бирже из брокера робин гуд исключили несколько монет которые достаточно активно торговались вот эти там все не помню ну там около 10 или больше поэтому это тоже негативно повлияло но пока bitcoin эфир немножко держится они еще с вот этого накопления пока не вышли но я думаю в ближайшее время как то когда вот это вся коррекция закончится возможно по евро по золоту и мы где-то возможно на этой неделе и уйдем пониже поэтому по биткоин я бы набирал шорты или работал на пробой вот этого минимума 25 250 или где-то скажем с коррекцией работал в район там 24 23 тысячи конечно здесь будут какие-то коррекции но глобально я вижу биткоин в шорт поэтому работаем по данному инструменту конечно появилась вчера новость что в конгрессе сша там какие-то один республиканец или два сенатора подали какой-то законопроект или какую-то жалобу против вот этого главы сек да что он там но там конкретно не по поводу того что он угнетает рынок криптовалют а там что-то этого около касается ну этот сенатор там славится тем что он поддерживает рынок криптовалют ну идет какая-то такая борьба лоббисты проталкивают это все посмотрим чем это закончится возможно в какой-то момент если этого главу секс сдвинут то там биткоин получит поддержку но глобально все-таки я вижу биткоин очень насильное падение то есть это 15 тысяч ниже там 10 5 это до конца текущего года возможно там в следующем году поэтому я думаю что каких-то скажем долгосрочно долгосрочного роста не будет конечно мы будем держать руку на пульсе если будут технически появляться потому что то что я считаю что мы плюс минус текущих пойдем и больше 30 тысяч обновлять не будем это одно а когда уже появится сигнал то там можно подбирать и и и все возможно да плюс если коснуться s&p 500 вкратце то мы получается подошли к такой зоне эту зону еще отмечал давно уже несколько месяцев назад раньше когда я говорил что мы пойдем в зону 4 300 4 400 конечно покупочки которые я ранее советовал еще в марте я их покупал потом я повыходил с этих покупок и спекулятивно здесь шортил и у меня практически май был достаточно ну скажем неудачно было несколько стоп лоссов по s&p 500 я его шортил и вот этот рост s&p я упустил который я ожидал такой более сильный ну скажем бывает и сейчас такая зона откуда я ожидаю очень сильное ослабление фондовых индексов это s&p 500 и других жду когда в этой области 4 300 4 400 появится сигнал шорт если он будет конечно хорошим потому что s&p если честно вот несколько было вот этих разворотов таких вот здесь вот здесь такие очень сложные развороты и отсюда если мы будем падать глобально вниз то я думаю но там и и крипту сильно потянет хотя если взять там корреляцию крипты иногда она коррелирует а последнее время там индекс nasdaq новые высоты локальные да биток на месте топчется уже несколько месяцев два поэтому такие расклады у меня на ближайшее время будут появляться какие-то конкретные точки мы в принципе их будем озвучивать пока мысли да озвучил уже по факту будем работать на таком ключе виталий пассивки за твои рекомендации за точки зрения ну остается только ждать что что-то отчет по инфляции заседание федеризировал я думаю что по всему спектру опять же финансовых активов с твоей помощи особенно учитывая что ты кайп-тур забрал мы с тобой прошлись поэтому ждем развития событий еще раз пока новостной фон явно располагает к тому чтобы тенденция слабости доллара сохранилась и соответственно рисковые инструменты тоже могут еще обновить свои локальные максимум виталия тогда следующий вторник уже по горячим следам после этой насыщенной недели еще раз снова все обсудим и может быть если будет необходимость пересмотрим ожидания по дальнейшим перспективам актива тебе тоже на этой неделе до конца ее успешного исключительно успешного профильного трейдинга и хороших выходных спасибо тебе пока удачи пока